Девушки отдыхают Орел и Решка собрала рюкзак и летит в новое долгожданное путешествие в новый сезон. Всем привет! Орел и Решка казахи. В путешествие по самым удивительным городам. Отправится кинодива, продюсер, актриса, казашка Куралай Анарбекова. Я не знаю, кто популярнее, я или ворота Индии. Вместе с ней в приключения ворвется блогер, ведущий и просто скромный казах Гани Ажикенов. Самый лучший ведущий. Сказка мужчины, желанный жених и просто красавец. Я солнышко, а вы все мои планетки. Это будет самый головокружительный. Издеваетесь надо мной. Выдохнись, летим над океаном. О, это супер! Самый экзотичный. Я не хочу этого. И самый казахский сезон «Орла и Решки». Кто из казахов проведет уик-энд на 100 долларов? Я хочу на что-то жить. У меня уже все. А кто будет жить как миллионер, как всегда решат. Орел. Решка. Продолжение следует... Ну а для тех, кто не понял на нашем родном языке, скажу по-русски. Орел и Решка возвращается. И мы начинаем новый сезон. Орел и Решка казахи. Вести его буду я. Настоящий казах Гани Ажикенов. И настоящая казашка Куралая Нарбекова. Ну а кто два дня будет путешествовать? С премиальной картой, с неограниченным бюджетом. А кто бедствует со 100 долларами, определит Орел или Решка. Открывай. Да нечестно это. Ну как так? Ну как я? Рюкзак. Это вот вид мой. Ну это нечестно. Гони. Вот это ваше похоже. Мне же продюсеры обещали, что я попокатываю. Приятного времяпровождения. Обалденных путешествий вам в Куралай. Реально тяжелый рюкзак. А, косметичку не забыли, надеюсь? Нет, не забыла. Не забыли? Просто сказка вообще, обалденский. Далеко-далеко на востоке, за степью Сарарка, за Тарбогатайскими горами, лежит дикий мистический край Катон-Карагай. Туда не ходят автобусы и поезда, и не летают самолеты. В этом краю почти нет людей, но много первозданной красоты и не тронутой природы. Наш путь лежит туда. Далиметься себе! Вот такое ливень у нас бывает. От ближайшего аэропорта, куда мы прилетели с Гани, до Катон-Карагая еще 340 километров пути. Катон-Карагай – это природный парк размером с Черногорию. Это гигантская территория, красоты которой разбросаны друг от друга на расстоянии одного-двух дней пути. Чтобы осмотреть их, нужно 2 или даже 3 недели. Но для миллионеров есть решение – частный вертолет. Это очень удобно. Сел и летаешь себе от локации к локации. Такой полет будет стоить целое состояние. Но нам с премиальной картой это нипочем. Ми-8. 22 посадочных места. И на всех 22-х буду сидеть один я. Десять миллионов тенге за 2 дня. Обалденски. Обалдеть. Красная дорожка. Вот она как выглядит. Дорогая, красивая жизнь. Люди в красивых нарядах. Салиметь себе. Прям все прям по-казахски. Дорого, богато. Потому что казах без понтов – это беспонтовый казах. Салам алейкум. Приветствую. Здрасте. А если кто не в курсе, шашу в переводе с казахского – разбрасывать. Этот обряд делают на больших торжествах, либо когда встречают таких популярных, эффектных, дорогих гостей, как я. Для тех, у кого нет денег на вертолет, добраться до Катон-Карагая очень тяжело. Автобусы туда не ходят, а уж поезда тем более. Говорят, где-то на другом конце города, до которого еще непонятно, как добираться, есть маршрутки на Зыриановск. Откуда ходят маршрутки на еще куда-то, откуда можно добраться. Ну, в общем, не вариант. Наверное, лучше будет через приложение найти попутную машину и разделить стоимость между пассажирами. 5500 тысяч тенге для бюджетного туриста – хорошая цена. Конечно, разделить стоимость попутчиками – это удобно, но для хрупкой девушки есть свои нюансы. Здравствуйте. Здравствуйте. Так я и оказалась одна в компании незнакомых мужчин. Которые пахли как… как уставшие незнакомые мужчины. Ехать оставалось… пять часов. Катон Карагай совсем не похож на Казахстан. Не зря его называют Казахской Швейцарией. Осенью Катон Карагай выглядит диким и необузданным. Это часть Алтая. И уже с вертолета веет чем-то сверхъестественным. Эти горы называют местом силы. Сюда постоянно приезжают шаманы и колдуны. Они любят проводить здесь свои ритуалы. Я потерял на речи. Очень красиво. Итак, мой план на два дня. Используя вертолет, осмотреть природные достопримечательности Катон Карагай. Среди прочих меня ждут таинственная красная пустыня Киен-Кириш. Древний лес с кабанами и медведями. Мистическое озеро Рахмановское. И знаменитое на весь Алтай, как говорят, место силы – гора Белуха. Эти коттеджи, разбросанные по живописной поляне, лучший отельный комплекс Катон Карагай. Здесь останавливаются люди со средствами. Как я. В сравнении с Каменогорском здесь холодновастенько. Но дышать! Саловаться! Можете мне, пожалуйста, большой, светлый, богатый, а главное, теплый коттедж? Да, конечно, мы можем. Может, у вас куртка какая-нибудь есть? Да, конечно, можем предоставить. Да? Да. Круто, такой сервис, обалдеть. А, этот, пойдем, а куртку, да? Да, да, да. Все, за руки возьмемся или как? Еще раз. О, у меня прям такое шале, да? С видом на горы. Да, очень красиво. Ну, не описать словами. Тучи. Тепло, наконец. Ну, что у нас здесь? М-м-м, запах. Пахнет деревом. Что еще нужно на дикой природе? Вот прям уютно, тепло, теплые полы. А-а-а, камин есть. Правда, он искусственный. Можно его как-нибудь потыкать? Вот, пожалуйста. Классный охотничий домик. Для того, чтобы прийти с мороза и отдохнуть у жаркого камина. Ну, и, конечно, кровать. Огромная двухспальная кровать. Я теперь на правах ведущего Орла и Решки хочу так же прыгнуть на камеру, чтобы все это увидели. Три, два... А-а-а! И огромная кровать с природой. Пришел домой. Как запрыгнул! Можно еще раз? Субтитры сделал DimaTorzok Обычно в Катон-Карагай туристы приезжают летом, а мы приехали в конце сентября. Пока я развлекал себя прыжками по гостиничной кровати, погода испортилась. Дождик моросит. В грозу вертолет не летает. Ну, ничего, подождем. Может, еще раз погодится. Такое время у нас бывает. Через лобовое стекло не видно даже. Катон-Карагай Катон-Карагай — это мистический край. Говорят, что он обладает своей собственной волей. Он сам решает, перед кем разводить тучи, а перед кем нет. Кого подпустить к себе, а кого нет. Катон-Карагай сам решает, кого подпустить к себе, а кого нет. Меня вот не пускает. Да ёкало мэне! Нелетная погода! Ладно, ладно, подождем еще. Давайте посмотрим, что этот умник положил в мой рюкзак. Спрей от насекомых и клещей. Удочку. Ну, не знаю, где мы будем использовать. Положил в газету. Резиновые сапоги большого размера. Резиновые сапоги большие сапоги. И чайник. Ой, еда! Дай-ка я перекушу. Пока не летная погода, пора и пообедать. Понятное дело, в Катон-Карагай нет мишленовских ресторанов. Поэтому я выписал себе шеф-повара из Юск-Каменогорска. Аж за 340 километров отсюда он будет два дня меня кормить. Сегодня шеф будет потчевать меня бешпармаком. Вообще-то, бешпармак – это традиционное казахское блюдо – вареное мясо. Но только не в этот раз. Этот бешпармак подают очень редко. В случае, если приезжают гости уровня президента. Бешпармак – томленный на диком луке с алтайскими травами. Готовить нужно только на костре, как наши предки-кочевники. Как пень разгорится, выкладываем еловые шишки. Они будут тлеть и насыщать наше яство еловым ароматом. На дно казана бросаем пару жменей дикого алтайского лука. Пошел, пошел аромат! На подушку из лука жмяк бросаем в сочнейший кусок отборной конины. И снова дикий алтайский лучок прям так щедро и насыпаем. Сверху смело бросаем коза. Жирную вяленую колбасу из ребра лошади. Она мариновалась в чесночке. Еще раз все притрушиваем алтайским лучком. И теперь главное – накрываем наш слоеный мясной пирог дикими алтайскими травами. Это можжевельник, зверобой и душится. О, как это пахнет! Секрет в том, чтобы томить конину на огне целых три часа. Прям фарташ! Ближе к вечеру я приехала в Улькинарын. Там, где находится туристический центр. Это палочка-выручалочка для туристов, как я. Тут тебе и с маршрутом посоветуют, и с ночлегом на любой бюджет помогут. И вообще совсем помогут. Здравствуйте! Добро пожаловать в туристический информационный центр. В общем, идея приехать на два дня плохая. Котон Карагай совсем не годится для двухдневного туризма. Здесь такие расстояния, что два дня будешь только до одной природной достопримечательности добираться. А на какой бюджет вы рассчитываете? Я спросила, что мне делать, если у меня есть 40 тысяч тенге и остался всего один день на осмотр Котон Карагай. Так, я вам могу предложить переночевать. Тут и есть у нас гостевой дом, называется сад. Только без питания. Ну, у меня, в принципе, есть питание. Хорошо. Также могу предложить вам однодневный тур по маршруту, четвертому маршруту Сарам Сахте. Ваш тур будет в общем стоить 26 694 тенге. Отлично, беру. Если честно, в центре не дают индивидуальные туры. нужно ждать группу. Но увидев рюкзак Орла и Решки, для меня сделали исключение. За это большой рахмет. Нет, вы только посмотрите на это. Мой изысканный бешпармак из отборной конины, томленный на диком луке с алтайскими травами готов к дегустации. Хаз затомленный с алтайскими травами. И последний штрих мясо посыпают куртом, соленым казахским творогом. Я начну есть с руки, потому что национальное блюдо бешпармак у нас кушают руками. А знаете, почему руками? Потому что так вкуснее. Попробуйте. Я казах. Мясо ем с младенчества и знаю в нем толк. Я буду строгим критиком. Спуску не дам. Обалденно! Это очень вкусно! А срынги нет па? Много я в своей жизни съел конины, но это шедевр. Ради одного этого блюда стоит приехать в Катон Карагай. Для своих авторских блюд шеф-повар сам отбирает жеребцов. Обязательно молодых и мясистых. Секрет такого нежного мяса в том, что жеребцу регулярно делают массаж, проигрывают классическую музыку. Перед закалыванием животным работает лошадиный психолог, чтобы жеребец не нервничал. Да ладно, я прикалываюсь, вы чего? Шучу я, конечно. Но, если серьезно, это первоклассный бешпармак. Само совершенство. Премиальная карта делает свое дело. Получается, я на уровне первых лиц государства. Это лучший беспомаг в моей жизни. Пока я выбирала тур, на улице стало холодно и темно. А до моего гостевого дома еще 90 километров. не лжав. Я пока ловила, так замерзла. Спасибо, что остановились. За сколько вы меня довезете? 2000, наверное. 2000? Скидку сделаете? Да нет, конечно, это ваша. Да, бесплатно. Забегая наперед, хочу сказать, что я еще много ездила на попутках, но ни один казах ни разу денег так и не взял. Здесь Катон Карагай это не принято. меня высадили прямо посреди дороги. Где-то там в кромешной тьме находится мой гостевой дом. Вроде бы, но это не точно. Такой пронзительный влажный ход третийный. У меня ноги мокрые, я безумно устала и мне очень холодно. Летной погоды я так и не дождался. Ну и ладно. Мне и здесь неплохо. тепло, сыто. Интересно, как там куролай? Надеюсь, я не съел медведь? Холодно! Субтитры создавал DimaTorzok Какое же это счастье обрести ночлег, если бы не одно но. В доме такая же температура, как и на улице. Мне кажется, здесь я просто одубею. А ночью, если захочу, в туалет? Надо вставать, открывать двери и идти, да? Да, да, да. Этот домик вообще летний вариант у нас. Пока, мисс, пока у нас еще не сделали печку. Что ж, глупо пенять на отсутствие печки в домике всего за три тысячи тенге за ночь. Камон, это классный вариант за свои деньги. Ну, мягко говоря, я свой первый рум-тур представляла совсем не так. Есть кровать. Ну, обыкновенная. Вторая кровать. Из дополнительных удобств, ну, здесь шторы, люстра, выключатель-включатель, розетка. На этом мой рум-тур заканчивается. Приступаем к туалет-туру и умывальни-туру. Так, смотрим. О, что-то не работает, кажется. А, ну, есть чуть-чуть воды, но… Может, надо вот так умываться? У-у-у-у. Я, я нет, я лучше там. Я вообще думала, что ведущие Орла и Решки кровляются и что они не испытывают до такой степени такую усталость, боль, эти слезы все наигранные. Оказывается, нет. Все предыдущие ведущие, вам огромный респект. Ой, ты замерзла. Я тебе все согрел, твою крышу. Теплый-теплый-теплый одеяло. Ой, теплый одеяло. Сердце этой милой женщины не осталось равнодушным к моим страданиям. Давай. Глоток, глоток. Это в казахском характере. Это казахское гостеприимство. Когда моя мать уложила, укрыла, напоила, еще в конец поцеловала. Доброе утро. С утра стало понятно, что мои планы лететь осматривать Катон Карагай на вертолете окончательно накрылись медным тазом. Это, божья милость. Вот что. Поеду-ка я осматривать Катон Карагай на джипе. У туриста со 100 долларами утро в Катон Карагай начинается не с кофе. Сегодня меня ждет конный тур по тропе Сарам Сахте. С личным гидом. На секундочку. Прогуляться по тропе Сарам Сахте – это идеально. Это идеальное решение для тех, у кого есть всего один день, чтобы увидеть разнообразие красот Катон Карагая. Мне предстоит преодолеть живописные перевалы, узреть бурлящие реки. Я проскочу вдоль зеркальных озер и величественных водопадов. Все невзгодные пути меркнут перед перспективой пролестись здесь, словно ветер на белом коне. Но что-то пошло не так. Не успели зайти на тропу, как задул ветер. Началась метель. Стало холодно и зябко. В считанные минуты тропа превратилась в грязное месиво. Меньше чем через час пришлось поворачивать обратно. Смотрите на мои ручки. Я очень сильно замерзла. Катон Карагайская красота. Живописные места просто скрылись за облаками. Погода есть погода. Нам не повезло. Погода есть погода, а горы есть горы. Не всегда они принимают с распростертыми руками. Такое может случиться не только в сентябре, но и в любой день года. Даже летом. Говорят, в Катон Карагай нужно ездить с сезон с июня по август. Но я считаю, что таких красивых цветов вы не увидите. Краски. Обалдеть. Желтый, зеленый. Небо. Топ в туче. Это не передать словами. Даже я хотел бы помолчать, окунуться в мир природы и самим собой побыть хотя бы минут 15-20. Кажется, за этой красотой прячется что-то еще. Какая-то древняя хтоническая сила. Мне это по душе. Лужи, грязь, внедорожник. Наконец-то он используется на нужной локации. Я-то на железном коне. А Куралай там на лошадочке. Такую холодную погоду. Еще и не сезон. Премиальная карта. Делай свое дело. Арнур. Нет. Узьердей. Айзет, кай жердей. Кай жердей. Узьердей. Ааа. Он давай еще и токтай боекшен. Тхи. Тхи. Фу, как холодно. О, Витя, имей совесть. Можно я одна схожу? Ой, погода, конечно, не нарадуется нашему приезду. Котом Карагай – это лечебная здравница, которая имеет славу во всем мире. Здесь людей лечат кровью. Морал. Я, конечно, молодой, красивый, тигровый, но здоровья лишним не бывает. Поэтому я вам сейчас все покажу, расскажу и обязательно на себе испробую. Хотела проскакать по горам Галопом, как в кино. Но раз ничего не вышло, пойду посмотрю на Моралов. Эти милые олени – Моралы. Символ Котом Карагая. Здесь их разводят. И чуть ли не в каждом селе здесь есть Мораловая ферма. Я купила хлеба и сухарей и пришла на одну из них. Мама, он подошел к нам. Ну попробуй. Он такой милый. Он такой сладкий. Смотрите, какой он красивый. А глаза какие чистые, большие, красивые. У этого Морала спилены рога. Собственно, ради них этих оленей и разводят. Считается, что эти рога – панты – обладают целебными свойствами. Панты срезают с молодого оленя. Дальше их вываривают, превращая целебные настойки, которые, как считают местные, оздоравливают организм человека. Процедура первая. Искупаться в настой на крови. Это отвар рогов. Ощущение, будто бы вся таблица Менделеева сейчас в меня входит через микро-макро мои щелины. Эта ванна полезна для суставов, для костей, для пищеварения, для сердца. А самое главное, из-за чего со всех точек мира приезжают – это потенцию. Потенцию свою поправить. Все мужчины мира хотят оказаться здесь, потому что здесь вправляют потенцию. У меня-то со здоровьем все в порядке, но лишним не будет. Поэтому я уже чувствую, как впитываются микро-макроэлементы. Самец агрессивен, потому что у него кон. Кон – это когда они спариваются, мне так стыдно об этом говорить. Не надо смотреть, что олень без рогов. Он легко может сбить с ног и затоптать. Поэтому и за решеткой. Мама! Процедура вторая. Кровь морала нужно выпить. Пантогематоген. Настойка из крови морала. Сладко, вкусно. Просто когда говорят – кровь. Представление, что такое будет. Похоже на больше сироп. Сироп от кашля, только сладкий. Зверь настойчиво требует сухарей. Еще, еще. Вау! Процедура третья. Надышаться кровью. Сауна с рогами. Видишь, внутри кровь настоящая. Считается, что кровь морала насыщает воздух полезными элементами. Сразу так чувствуется вот этот запах внутри. Остался последний шаг к совершенству. Пантовая маска из тех самых рогов. Курлай, наверное, меня не узнает. Даже как-то неудобно быть красивее ее. В Катон-Карагае есть такое место, где можно бесплатно омолодиться. И такое упускать нельзя. Вы можете меня довести до рахманских ключей? Девушка, а что вы в таком виде? Я прошла столько... Нельзя в таком виде ходить в наших краях. Возьмите, пожалуйста, бушвак. И каждый день это самая старая история, правда. И она действительно не безопасна. Высоко-всоко в горах в узкой долине лежит мистическое озеро. Долгое время оно было мертвым. И в нем не водилась рыба. Там боялись купаться люди. В озеро впадают источники, насыщенные радиоактивным газом радоном. Этот газ токсичен и опасен. Но в небольших количествах омолаживает. Когда видишь этот бесконечный лес, эти угрюмые ущелья, эти туманные вершины, невольно начинаешь верить, что где-то здесь есть вход в Шамбулу, мифическую страну в подстороннем мире, куда могут получить доступ только самые достойные. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Мест в нацпарке. И куча лайфхаков. Ну круто же. Релайф. Мир в твоих руках. У меня больше нету вот 2000 ван. Не надо ничего этого пригодиться. Серьезно, возьмите, неудобно. Не надо. Вам пригодится вдохноваться. Ой, Рахмита, Рахмита, спасибо вам огромное, что довезли. Здесь был санаторий, куда съезжались люди, чтобы омолодиться, исцелиться. Санаторий давно закрыт. Но здесь остался пруд, где абсолютно бесплатно можно скупнуться радоновой воде. На улице сейчас 6 градусов, а температура радоновой воды плюс 40. Сейчас буду, как в сказке, конек-горбунок. Помните? Коль себя не пожалею, то опять помолодею. Так, где же мне переодеться? Придется туда. Придется туда. Музыка, как классно. Музыка, как классно. Чтобы точно омолодиться, после источника надо скупнуться в холодном озере. Ну, приблизительно там градус от силы плюс четыре. Вот почему-то я не уверена, нужно ли мне это. Убийцы! Убийцы! Дальше, дай-дай! Вам не избавляться! Дальше, дай-дай! Субтитры делал DimaTorzok Классно. Боженька, дай мне минус 10 лет. Боженька, дай мне минус 10 лет. Поправить здоровье и омолодить организм может и можно. Но это не волшебный пруд, который исцеляет за раз. Нужны недели родоновых процедур, которые назначает врач. Ну что, есть изменения? Мне кажется, я, ну, может не лет 10, но 5 точно оставила там. Дорогие друзья, в новом сезоне «Орел и Решка. Казахи» мы продолжаем нашу традицию прятать 100 долларов в эту бутылочку. Под этим величавым моралом, под символом котом Карагая вы найдете желанный презент. Говорят, что котом Карагай обладает своей собственной волей. Он сам решает, кого подпустить к себе, а кого нет. Мы знали, что в сентябре уже не сезон и может пойти снег. Но так хотели, так хотели побывать в котом Карагае, что пошли на этот риск. И не пожалели. Здесь вправляют потенцию. У меня ноги мокрые. Возьмите бушлан. Вы ждите? Вы ждите наれない забаловательный гел volcan. Возьмите бушк�� на разныеssетки. Как ты знаешь. Вы ждите. Вы ждите. Вы ждите? Вы ждите. Вы ждите. 者 «СczTM gene하세요» Ну да, это же Куралай, это же Королевна. Вчера я ее ждал, сегодня я ее жду. Куда ей до нас просыпать? Гай, 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 это ты? Ты че? А где гламурная, красивая, эффектная барышня, с которой я вел эту передачу? Да я тоже думала, будут красивой, офигенной барышней в Орел и Решка. Так что с тобой стало? Да со мной случился котон Карагай не в туристический сезон. Но зато ты видела, какие здесь краски? Желтый, зеленый, какой воздух, дождик, как моросил. Я с тобой согласна, невозможно здесь красиво. Ну кстати да, друзья, можно классно отдохнуть в любое время года. Главное, подготовиться чуть лучше, чем мы. Пока. Да. А у тебя есть что-нибудь одеть вообще? Да, надо, смотри. Ты че как джунгарик оделась? Да нормально это все, я уже привыкла. Капец, ну вообще. А ты знаешь, у меня вообще. Тно-то. До встречи